54, да? 54? Да, 54. Каждую ночь и сейчас, вот вы поднимаетесь, они... Затем? Нет, ну вот же, сейчас они... Опять? Нет, ну вот, когда я тебя сказал, поднимаются. Вы понимаете, они провоцируют на конфликт, да мы ни в коем случае, мы не заходили, нет желания туда заходить, пусть они нас не трогают, каждую... Девушка, может кресло, может шкаф, но звук такой, вы понимаете, как вот по кафелю возьмите, вот кресло протащите, бросают что-то ночью. Он не работает, она, я не знаю. Я понимаю, ну это шум, вы же понимаете, есть определенные децибелы, да, есть же закон о санитарном, эпидемическом здоровье граждан. А шум такой, что просто... Да, 30-го. Люстру сняли, потому что невозможно, вы понимаете, они, они это, они каждую ночь, каждую ночь, каждую ночь, каждую ночь. Куда лезет собака? В 3 они, в 3, подожди, в 3 у них подъем, ну они не работают, в 3 дня, не ночи. И горит все. Понимаете, а какая разница, пусть горит у них что угодно. И начинается, бах, трах, бабах, мы вызывали наряды, я не знаю, раз 10. То мы кулешек решили сварить, то мы... Кастрюлька упала там во сколько-то ночи, то воду греют. Вы понимаете, что это у вас не частный дом, правильно? Не, мы понимаем, но мы понимаем, я вам, я вам еще раз говорю, есть определенный уровень шума, да, я не могу заверить. Вы понимаете, вот тем более, есть правила, есть правила, нет, я слышу, я понимаю, вот поэтому существует правила социального общежития, понимаете, и когда вам соседи, когда вам соседи бросают что-то там постоянно, понимаете, это делается на месте, это делается, ну вот каждую, буквально, я не знаю, там, ну если не минуту, каждые 5 минут, понимаете. Мы же их, не то, что там каждый день, вы просто нас не трогайте, пожалуйста, относитесь, ну, учитывайте, что под вами живут люди, все. Все, Ростислав, мы услышали вашу точку зрения, можете теперь услышать нашу? Да. Смотрите, есть законодательство, и законодательство говорит, что шум, нужно измерять шумомером. Да. Шумомера ни у кого не, ни у вас, ни у нас, ни у нас. Да, 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 секунду. Если они, например, шумят, кричат, музыку слушают после 10, вы можете вызвать наряд полиции и написать по данному факту заявление. Да, вызывали, писали, дальше. Я понял, смотрите, касательно шума, если шум происходит днем, в 3 часа, в 2 часа, в 4 часа, и вам, как говорится, мешает именно то, что там на голову давит, разные какие-то моменты, то есть такого, ну, к сожалению, ничем это не закреплено, какими-то там законодательствами. Вот я понимаю, вот поэтому я совком хожу, стучу им в дверь. Если вы хотите, если вы хотите попытаться добиться из этого что-то всего, можете попытаться сходить в санэпидемстанцию, может, они как-то измерят вот эти шумомером их, и выдадут вам какой-то акт. Вы сами в это верите. Послушайте, ну, вы хотите какое-то решение? Так вот, так вот, так вот, так нет, нет, послушайте, но есть шум, ты мешаешь, есть шум, есть шум, извините. Ну, а вы сейчас говорите правильно, если в 3 часа кто-то шумит, и что из этого вы хотите сказать? Нет, так есть шум и есть шум, ребята, подождите, ладно, хорошо, там, тяжелый поступь, тяжелый поступь, секунду, мы говорим 3 часа дня или 3 часа ночи? Говорим 3 часа дня, 3 часа дня. Хорошо, я вам объясняю, есть шум и есть шум, правильно, вы же понимаете, есть проступок и есть проступок. Есть шум и есть шум? А? Есть шум и есть шум? Конечно, конечно, шум и же бывают разные, вы понимаете, шум бывает разный, я понимаю, там тяжелая поступь, я понимаю, что это упало. Ребят, ну, когда именно методично начинается вот это вот передвигание мебели, бросание, вот именно вот методично, понимаете, вот именно как... Хорошо, если вы считаете, что, как вы хотите решить этот конфликт, вот как вы считаете, выглядите вот... А он нерешаемый, он нерешаемый, вот я, а потому что законодательство его не решает, они над нами издеваются, они не хотят понять нас, мне ничего не остается, я беру совок, иду стучу им в дверь, все. Чем вы стучите? А что мне делать? А я живой человек. Вы в человеку постучали и в дверь. И дальше что? Что дальше? Ну, попросить таким образом, чтобы прекратили шум, да. Я понял. А первый раз это, когда все это началось, это все закончилось дракой? Первый раз? Какая драка? Я безоружный, он на меня выскочил с двумя кухонными ножами, какая драка? Он защищал имущество. Он защищал имущество. Выбежал со своей квартиры? Или с вашей? Вы это слышали сейчас? Да, зайдите, это не масло. Вы это слышали? Сейчас мы зайдем к вам, сейчас. Делать пелье, высказать. Это девушка, что значит защищал имущество? Что значит? Это, подождите, секунду, подождите, я не кричу. Вы понимаете, что уровень защиты, да, и степень должна отвечать, если на то уже пошло, если вы меня обвиняете, подозреваете в нападении. Вы защищали свои имущества? Что значит защищали? На безоружного человека? А я вас спрашиваю. На безоружного человека с двумя кухонными ножами. Меня там не было. Так нет, вы же предположили, вы же говорите, что человек защищал имущество в пьяном виде, в пьяном виде, с двумя кухонными ножами. Он напал на безоружного человека. Это защита имущества по-вашему? Он домой пришел или свое имущество защищал? 14 апреля он к нам домой пришел. Я же не знал, что он был, он до этого ходил, деньги просил занять. Подождите, когда, секунду, вот вы прерывайте, когда вам невыгодно. Когда он до этого ходил деньги занимать ко мне, я на него выбегал с ножами или что-то. Я же не знал, что он ебанутый на всю голову, извиняюсь за выражение. Я поднялся, секунду, подождите, так я в стрессовом состоянии, что вы хотите? Вы слышали эти звуки? Это каждую ночь. Подожди, не трогай. А у кого это, скажите? Хорошо, мы виноваты. У кого это, скажите? Ну, скажите. Подождите и спросите, что ж вы нам деньги выбиваете постоянно? Ну, у кого? Не, ну, может не у них, поздно. Хорошо, извините, если не у вас, мы виноваты. А у кого, скажите? Подождите и спросите, у кого? Что ж вы к нам прибежали? Когда выбил окно кирпичом ночью бабки старой с внуком, я в стрессовом состоянии, девушка, извините. Как это, ну, и что? Да при чем? А я что, не человек? А я что, не человек? Думайте о себе тоже. При чем о себе? Вы сейчас стоите, вы задаете мне провокационные вопросы. Какие провокационные вопросы? Вы орете на диспотеке? Не задавайте. Так я в стрессовом состоянии. Что вы хотите? Так подождите, подождите, издеваться над человеком, довести его до такого состояния, а потом с менторским тоном ему... Так правильно, потому что я в стрессовом состоянии. Дальше что? Так дальше что? Дальше что? Я в стрессовом состоянии. Дальше что? У меня давление поднимается. Дальше что? А вам вызвать скоро? Я задаю вопрос. А я вам задаю вопрос. Вам скорую вызвать? А я вам задаю вопрос, почему вы не представились, почему вы пришли? Это очередной цирк. Так а секунду, закон о милиции. Опять. Да вы ж потом, я ж приезжаю к вам на Шевченко, вы ж потом говорите, что там мы ничего, мы ничего не делали. Вам дали десятку, освободили от армии, чтобы другие за вас поебали там. Адекватно или что? Я в армии, например, служил. И что вы хотите им сказать? Честь и почет тебе. Честь и почет. Следите за разговором своим. Вам никто не грубил. Так отчего вы надо мной издеваетесь? Вы издеваетесь. Начали снимать. Не поймите что. А зачем вы снимаете? Секунду. Вы стоите с регистраторами или что? А согласно закону вы должны подойти и представиться. Понимаешь? А если ты служил в армии, ты не дави сейчас численным и тактическим превосходством на человека, который находится в стрессовом состоянии. Ты хочешь что-то доказать? В Авдеевку надо. Ростислав, решение конкретное такое. Да что вы говорите? Это очередной цирк. Нет. Приехали поиздеваться. Дай мне два слова. Вы говорите, почему он снимает? Потому что в тот раз, последний, когда мы вызывали... Коллеги ваши приехали. Один штаны снимал. Другой тряпки. Собирались совокупиться здесь ваши коллеги. Приехал на Шевченко. Мы ничего не делали. А девушка там у вас в следствии сидит. А вы снимали на телефон? Я говорю, да я не ожидал. Я не ожидал. А в своем умествах говорить вообще? Что говорить? То, что вы только что сказали. Вы реально говорите, что это не вы делали? Я вам говорю, так оно и было. Так оно и было. Все, давайте так. Так оно и было. Рествения конфликта вы не видите, правильно? Я не вижу. Все. Мы, в принципе, больше не будем. Удаляйтесь. Потому что вы считаете нас непрофессиональным, и мы вам не поможем. Я не считаю непрофессиональным. Если хотите жаловаться, Шевченко, 15-15, пожалуйста. Но секунду. А чем здесь можно? Вот хорошо. Вот ладно. Вы пришли на тот призов. Вам наверх. Просто я хотел узнать решение конфликта. Решение конфликта с вашей стороны. Решение конфликта, взаимоуважение. Орать, кричать. Хорошо, я в стрессовом состоянии. Это не из-за личной неприязни. Это ненормально. Это ненормально. Это ненормально. Почему я должен страдать из-за того, что у вас конфликт с вашими соседями? Ну секунду, ну вы же на службе. Что значит вы страдаете? Ну что значит вы страдаете? Я вас оскорбил как-то. Что значит вы страдаете? Вы сейчас, используя свое служебное положение, вы просто давите на меня. Чем я вас оскорбил? То, что я разговариваю повышенным тоном. Я вам и в десятый раз говорю, в стрессовом состоянии. Ты оскорбил их своей национальностью. Понимаете? Да при чем национальность? Господи, ребята. Что мы делаем? Сколько мы зарабатываем? Что мы ничего не делаем? Что мы так? Так не, мы уже не вызываем. Как это снимать? Это уже, понимаете, уже не очень красиво. Нет, ну после того, как тут было в прошлый раз, когда тут ваш коллега снимал штаны один и второй, поймаете? Ну честно, я уже не знаю, что ожидать. Парень служил в армии, хорошо. Честный почет, я тоже служил в армии. Я вам не говорю, куда идти и что делать? Я тебе сказал сейчас, куда тебе идти. Я тебе что-то сказал. Я тебе протаскорбилов в Девку. А что, Родину защищать, это что? А что вы не защищаете? Надо будет, пойдем. И я пойду, и я пойду, и я пойду. Вы не ходите, занимаетесь. Так а что ты делаешь такие глаза страшные? Смотришь на меня, ты стоишь в форме с автоматом, востроя. Так прийди без формы, один. И делай страшные глаза. Зачем оно мне нужно? Так а кто кому угрожает сейчас? Да я в стрессовом состоянии, ну ты посмотри, ну это садизм какой-то. Ну я не понимаю. Мы их не трогаем. Ребята, взаимоуважение, 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 взаимоуважить. Можно с вашей мамой прожить? Можно. Можете пожить? Только не кричи, пожалуйста. А я не кричу, ты же мне не даешь это. Вот смотрите. Хорошо, я выключаю камеру. До сих пор я прожила здесь. Да вам все равно. Я понимаю, что вам все равно. У вас освобождение от армии, вам все равно. Я не знаю, что вы начинайте орать. Это ненормально. Ненормально, потому что вы видите, в каком я состоянии. А вы видите, в каком я состоянии. Тебя заводят, тебя провоцируют. Я вижу, что провоцируют, поэтому я и снимаю. Вы моральные садисты. Значит, это консульт.